я тут пирогов напек поняли намек лёха лёха накормят ну и чего мы сегодня делаем сегодня мы будем делать пироги пироги мы будем делать с капустой и будет это вообще нормально и для этого нам понадобится мука 4 стаканчика уже заранее просеянный потому что эфирное время занимать мы не будем вот это все дело как просеять муку там в интернете все найдете берем чем уберем на 4 стакана муки берем один пакетик дрожжей сав момент французские что ли они наверно вот открыли высыпали нормально так подожди хочу же сахар 2 столовые ложки сахара обычного нашего такого с харку песка да и пол чайной ложечки соли опа ну типа говорят где соль там и сахар а где сахар там и соль вот берем фирменную вилочку вот это все дело перемешиваем и следующим этапом у нас будет что правильно возьмем сливочное масло две столовые ложечки но это из расчета на все вот эти вот наши ингредиенты и растапливаем это все дело аккуратненько в микроволновке добавляем на 4 стакана муки значит на 4 стакана муки все правильно два стакана жидкости жидкости я думаю мы добавим туда молока короче опа ну чему куму то есть все просеять берем босяцкую кружку отцовская попа масло получил боевое ранение пальца не обращайте внимание он не грязный все отправляю в микроволновку так секунд на 10 масло сливочное растопили она такое прям опа получилось супер-пупер берем дальше что добавляем 2 стакана жидкости мы добавляем молоко оба налили вылили вообще конечно рекомендует молоко теплое добавлять но я думаю ничего страшного то что она у нас будет не теплое масло и все ингредиенты должны быть типа одной температуры все это дело перемешивается у нас аккуратненько все-таки мы отправим отчетов я думаю ничего такого зритель как бы не обидеться если это все дело сейчас все-таки подогрею наверно чуть-чуть тепленькая была все чем и делаем и потихонечку вот это вот все дело заливаем в муку постепенно масляное вот это все дело чуть-чуть тут насвинячил как обычно но чё поделаешь я думаю можно знаешь чё тут все дело как потому что вилочкой тут помешать придаем эластичность короче как свинья и все короче тут делаю главное не перелить потому что потом можно дело это не исправить если типа стала слишком жидкая потом добавляет муку потом слишком много добавили муки еще добавили воды и в итоге получится тесто как для пиццы каменная такой дубовая но я чувствую у нас тут все получается огонь правда чуть тут не сигнализирует то что зарядка садится на нашем аппарате вообще тут ингредиентов у нас там все четко чем почина мы все что замешиваем тесто кто как может кто как умеет пришло время взять его свои руки муки добавим да вот все дело все таки так ну чё подмесили там муки чуть подсыпали дальше мы чё делаем по-босяцки так вот под насыпали берем опа все сыпется у нас налево и направо опа ну так оно делаем мисим мисим уволен не знаю насколько тут получится у нас пирогов ко мне-то санек зашел я чувствую мне башку отшибет того что ему на штаны попал мукой но это как рубрика специальные гости мы пирогами накормим а потом он скажет что там как пироги но я думаю он не соврет потому что если он отправится еще учет тогда выпусков больше не будет ну чё вроде она все к рукам так особо уже не липнет тесто и мы чё делаем мы его сейчас убираем на полтора часик обратно в миску сверху просто мучку это мучку я передаю до присыпаем потом что берем пакетик пакетик накрываем все дело пакетиком аккуратненько и убираем все это дело в теплое место но пока тесто у нас настаивается мы сейчас что будем делать мы будем приготавливать начинку начинку у нас будет из капусты капусту будем жарить а для этого нам нужно что нам нужно лучок сначала лучок мы порежем мы его сейчас мелкими такими кубиками но в принципе все как на солянку я думаю солянку то готовить да мы потом покажем да как соляночку приготовить но это так когда дома вообще ничего нету бах солянку приготовил вот так как снимем так ссылочку оставим вот шинкуем лучок таким большими кусочками хлоп и капусту нарежем вариантов начинок всяческое вообще разнообразие от батона до поддона как говорится но мы приготовим с капустой не знаю почему-то захотелось именно с капустой пирогов просто отказать лучок лучок мы сразу сейчас обжариваться наверное да отправляем на сковородочку добавляем маслица немножечко как немножечко наверно так вот где-то до добавляем маслица по сковородочке моего сейчас вот так вот плавненько все разделали и завалили лук все лук обжаривается а мы тем временем шинкуем капусточку да пойдем зашинкуем капусту берем капусту тоненькими такими кусочками режем у кого как короче получится это вообще не профессионал насчет капусту не очень получается да но как пойдет короче все зашинкованную капусточку закладываем в обжаренный лучок потом чем чуть солим и вот так по вкусу может там поперчим к кому как нравится и все из накроем крышечкой да и все это тушится короче а так пока что все на данном этапе все как бы все мы так солим да и солим ну так нормально от подсолить до чтобы не получилось не то чтобы безвкусно перчик давай свежемолотого так подсыпем сразу футан со зеленым со всеми делами и перемешаем это все дело да а то лук у нас получился на дне о смотри лук позолотился а соли она сейчас заставит капусту сок дать да и получится вообще огонь перевернем на фронт рыжечка и пусть жарится запуска маша шикарнейшие не все спустя время у нас уже и начиночка подготовилась и так сказать тесто уже подошло поможет утроилась не утроилась конечно нормально так подошло и мы его как делаем скатываем в колбаску так куда маску и делим ее на кусочек нам нужен нож и делим на чем-то кинуем до кусочек раз-два-три ну и будем с каждым вот этим вот кусочком тесто заниматься отдельно раскатывать и делать из них пирожочки все берем кусочек тесто и раскатываем его так вот аккуратненько и будем в него закладывать нашу начиночку это вообще конечно не моё вот это делать пирожки и там эти все дела но сейчас все сделаем нормально будет четко да вот так вот берем начинку капусту да и накладываем главное тут не переборщить да вот столько я думаю вот прям еще на это краешек чуть-чуть и все и главное начинаем не касаясь начинки вот так вот и закрывать пирожок опа переворачиваем аккуратненько стучали да и положили оба ну и все и также повторяем со всеми остальными пирожочками а вот пирожки мы выложили на противень мажем их яичком взбитым чтобы они получились румяные красивенькие и чтоб все сказали ух нифига себе а тут и пирожки опа вот они пирожки подоспели в общем все вроде приготовилась вот они такие вроде вкусненькие ну и чё лёха-лёха накормит от себя хочется что опять пожелать подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны ссылочка будет вот в этом углу как обычно новые ролики у нас каждую субботу в 12 часов дня нажимаете на колокольчике там на всякие поддержи рецепт лайком начо комментируйте кушайте не обляпайтесь всего доброго